Вы пришли на работу, мягкая, пушистая. Чё, вас не возьмут? Возьмут. Мягкие, пушистые, всем нужны. Но если вы пришли, скользкая, вонючая, чё приходить тогда? Второй раз же не пойдёте, вам уже отказали. Вот это называется удача и неудача. Поэтому есть преддействие, да, мои дорогие мои друзья, вот чем мы занимаемся. Когда наступил трудный период жизни, преддействие должно увеличиваться в течение жизни у человека, а действие уменьшаться. Вот, допустим, я говорил с одним очень крупным бизнесменом, ну, тут трудно даже представить, насколько крупным, и в период Великой депрессии, когда у них там в Америке был, он рассказал нам, как он побеждал судьбу. Он сказал, что я решил не увольнять никого в коллективе, всем пообещал меньше зарплаты, но обязательно будет. Все, кто ненужные, сразу свалили. Остались только свои. Это первый шаг был, говорить, я так обрадовался, наконец-то у меня стал нормальный коллектив. Остались только нормальные люди. Супер просто. Дальше он начал образовывать своих сотрудников. И духовно, и материально. Начал повышать их квалификацию в работе, начал их обучать. И все время им работать-то, как бы, они не работали. Нечего делать. Есть чего делать, потому что в тяжелый период жизни дается для того, чтобы человек работал над собой, а не для того, чтобы он работал где-то. Потому что есть два периода в жизни. Один период, когда надо работать где-то, но если ты не работаешь над собой, тебе нечем будет работать где-то, потому что для того, чтобы работать где-то, нужны силы. И эти силы копятся в тяжелый период жизни, потому что работы нет. И вот он взял и просто начал своих сотрудников культивировать, развивать. Все, кому надо, остались. А потом, когда начался хороший период, его коллектив сохранился, а все остальные были развалены. И он не просто сохранился, а сохранился в своем лучшем виде, потому что все дерьмо отвалилось. Поэтому для всех компаний, для всех коллективов этот период очень хороший вопрос, чем вы будете заниматься в это время. Для всех людей этот период очень хороший вопрос, чем вы будете заниматься в этот период. Видите, все не случайно в этом мире. Этот мир соткан только из справедливости. Здесь нет никакого зла, ничего плохого нет. Просто природа и Бог всегда реагируют на наши поступки. И сейчас коллективная реакция произошла. Это все происходит по судьбе. Пришло время, и это произошло. Так было запланировано. Никогда наказание не приходит спонтанно. Оно приходит всегда в этом мире своевременно. Вот мы копили, копили, а наказание было уже запланировано. Если бы ничего плохого не сделали, наказания бы просто не было. Хоть оно и было запланировано, потому что нечего наказывать. Понимаете? Ну то есть плохие периоды или тяжелые периоды могут быть вообще бессимптомно проходить у людей. И сейчас тоже у всех будет все по-разному. Не то, что всем будет плохо. Нет, одним будет плохо, другим будет нормально, третьим будет совсем хорошо. Я не имею в виду гробовщиков там, как бы, распространителей пищи по домам, там всяких. Я говорю о жизни каждого человека. Кто-то может развиться и быть очень сильным в этот период. У кого-то может выстрелить удачу, потому что он победил судьбу, постал, психически стал крепким и правильным. Все начинается внутри человека. Это не является... Я вам не говорю о каких-то исключениях и не говорю о каких-то баснях. Это реальная жизнь. Она работает везде и всегда, не только в тяжелый период. Просто сейчас это работает сильнее. Есть, я уже говорил, есть тяжелые периоды, которые напрягают, а есть агрессивные тяжелые периоды. Вот этот тяжелый период, он не просто напрягает, он агрессивный. Обычно в агрессивные периоды, периоды тяжелые связаны с войной. Неправильно сделал, застрелили. Вот, допустим, оккупация идет в городе, да? Вот сейчас говорят, не выходите из домов, можете заболеть. А там тебя просто убьют. Агрессивный период. Ну, не такой агрессивный, как война. Вот сейчас период, он агрессивный, тяжелый. Но эта агрессия, она влияет на каждого в отдельности из нас. Понимаете, как бы человек заболел, вроде все нормально, прошло три дня, и он уже на искусственном дыхании. Почему? А потому что он не знает, как правильно жить. Он не знает, как лечиться. А я вам сейчас рассказываю об этом. Как психически настраиваться, что пить, что прилеплять сзади. Понимаете? Все, но это надо делать. Зачем надо? Нужно движение. Движение – это жизнь. Когда человек двигается, вот вирус забирает огонь пищеварения. Огонь пищеварения и иммунитет – это одно и то же. Огонь. Если у тебя нет внутреннего огня, потому что его сжирает болезнь, то тогда двигайся. Движение вырабатывает огонь. Если температура выше 38, всегда надо ее сбивать. Это значит, что организм психует. Когда организм правильно настроен, никогда выше 38 температура не поднимается. Она 37 с чем-то, но 38 уже все. Нужно сбивать. Значит, у вас организм не готов к борьбе. Вот у меня, когда я заболел, у меня был жар, но температура не поднималась выше 38. Потому что организм сильный, он готов сражаться. Но вера есть, все жидится на вере. Объявлена смертельная война. Понятно? Ну, то есть, и тогда все нормально. Жар нужен организму для победы над болезнью? Нужен. Ну, это же сражение, это жар. Но здесь нужно смотреть, насколько мой организм способен, насколько я его подготовил, насколько он прошел тренировку, чтобы не зашкаливало. Если зашкаливает, выпейте жар, понижающий, ничего страшного, это нормально. Не то, что я противник, как бы полностью официальной медицины. Бред. Если чувствуешь, дышать стало тяжело, вот так. Все, звони в скорую. Не сразу тебя возьмут, потому что все переполнено, очередь. Всем тяжело дышать, многим людям. Но молись Богу, требуй. Знайте, что если вы начнете кричать в трубку на врачей скорой помощи, это значит, что вам сильно надо. К вам приедут быстрее. Это проверено. Но если вы начали плохо дышать, тяжело дышать, то уже самолечение, до свидания. Я, скорее всего, это у вас не произойдет. Если вы будете делать все, что я вам сказал, у нас огромная статистика сейчас. Я лично провел 300 человек уже. Вот лично тяжелых. И никто из них не получил осложнений. Лично провел. Если правильно человек все делает, то вот со мной в прямом контакте, некоторые носят повязки, но без контакта. Могут быть сложности. Но если я веду, я знаю, что сказать, что сделать. Ну, все, что я вам сказал, то и говорю людям. И все нормально. Все вылечиваются, восстанавливаются. Итак, мои хорошие, может быть, вас не касается этот период тяжелый. Но как только чуть-чуть станет тяжелее судьба, это будет действовать, чувствоваться не чуть-чуть. Вот, допустим, у вас начали портиться отношения с мужем. Допустим, да? Когда идет тяжелый период у всей Земли, опасность, что они быстро испортятся, очень высоко. Потому что так действует тяжелый период всей Земли. Если вы, допустим, чувствуете, у вас сдает работа, то опасность, что вообще слетит бизнес, намного выше, чем обычно. Если у вас портятся отношения с родственниками, опасность, что совсем испортятся выше. Поэтому включайте молитву быстрее. Прощайте, просите прощения. Включайте доброту быстрее. Не поддавайтесь на желание поругаться. Вот это вот желание поругаться или сказать, что все плохие. Очень опасное желание. Оно может сильно включить плохую судьбу. В этот период тяжелый очень важно об этом знать. Потому что для размышления не так много времени. Вот чуть-чуть промедлил, и потом дальше горькие слезы. Не так много времени для размышлений. Надо быстро реагировать на все. Быстро реагировать. Понимаете, вот это то, что я хотел вам донести сейчас. Может быть, у вас все хорошо, и слава Богу. Я желаю вам, чтобы у вас все было хорошо и дальше. Но если вдруг вы почувствуете какую-то неприятность, то быстро включайте. Не надо там, вот сегодня поругаюсь с мужем, а завтра как бы буду добрый. Не надо так думать. А если поругались, сразу прощения просите. Когда поняли, что поругались. Вот только поняли, сразу идите просите прощения. А если он обнаглит, ничего страшного, зато останется рядом. Потому что чем вот плохо сочетание вот этого тяжелого периода всей Земли с моим личным, оно плохо тем, что очень жестко все происходит потом. Ну, то есть, вот обычно, когда у человека плохой период, но нет этого еще сверху, вот этого плохого периода всей Земли, тогда все получше. А так они соединяются. Вот пока у вас все нормально, вы не будете чувствовать вот этого всего. И некоторые мне говорят, Олег Иванович, я не чувствую коронавирус, а может, его вообще нет. Скоро почувствуешь. Не волнуйся. Вот. Ну, то есть, когда почувствовал, сразу в гроб, да? Это неправильное мышление. Нужно внимательным быть, следить за собой сейчас. Или, допустим, всегда быть в маске, да? Как бы я в начале лекции вам включил. Это нормально. Знаете, когда? Когда вы не знаете, какая доза вам попадет. Еще раз повторяю, если вам попадает небольшая доза этого вируса, ничего страшного, это нормально. Потому что у всех понемножку есть. Но я говорю сейчас о другом. Вот, допустим, вы идете в супермаркете, там маску не одели, и кто-нибудь чекнул, допустим, да? На вас. Начекал на вас. И что дальше? А вот это уже нехорошо. Когда доза сильная попадает, тогда нет гарантии. Гарантии всегда есть, когда маленькая доза. Вот для этого маска нужна, чтобы когда он и на вас смотрит. В этот момент у вас маска, да? И все на маску, а потом вы ее, оп, и в мусорку. С этой маской уже ходить не надо. Не экономьте на здоровье. Если на нее начекали, на вашу маску, то с ней не надо уже ходить. Какие у вас вопросы по сегодняшней лекции? Что непонятно, да? Да? Вы говорили про силу доброты, что нужно быть спокойным, и не нужно ждать. Вот у меня много лет после этого непонятно. Потому что у меня было много ситуаций, где я не выходила из себя, я была один-то, меня навозили, конечно, но я уходила в места, где можно восстановиться. Но не проходило, меня мучили, просто потом я стоять усвоеняла, или по судьбе там нет. Но эти люди, они мучили, но я у тебя делала, но... Супер вопрос. Да, микрофончик понадобится, да. Так вот, дорогие мои друзья, понимаете, это очень хороший вопрос, я вам сейчас объясню. Судьба – это не то, что вот порция какая-то пришла. Это не то, что ты, допустим, напился, и потом один раз отрыгался, хорошо, и все. Ну, потом еще чуть-чуть, и все. Понимаете, судьба, она ни одной порции действует. Каждая порция приходит заново. Я сейчас вам объясню. У меня, когда была очень тяжелая судьба, я молился восемь часов непрерывно, каждый день. И вот тот день, когда я молился восемь часов, почему восемь часов? Потому что после восьми часов судьба отступала, и я чувствовал, что уже легче. А на следующий день такой же дозняк приходил заново. И я удивлялся, что такое, я же помолился. А потом до меня дошло, что когда злая судьба идет, она идет каждый день порциями. Приходит новое, новое, новое. И ты вроде добрый, а продолжает на тебя валиться это все. Понимаете? И надо продолжать свою силу применять, потому что есть знание о том, что злая судьба не может действовать бесконечно. Иногда это бывает долго, а иногда короче. вот у вас, допустим, всего осталось 14, даже 13 дней, 12 дней от сегодняшнего дня, женщина с мужем. 12 дней от сегодняшнего дня и дальше начнется ослабление. Это не значит, что он сразу прибежит, как бы. Это все зависит от того, как вы очистили судьбу. Но легче станет однозначно побеждать ее, потому что новые порции валиться уже не будут. Понимаете? И вот вы, допустим, описывали мне, ну какой, скажите, конкретно, когда это было? Когда? Просто назовите премию примерно. Ну когда? Сколько лет назад? Два года назад. Два года назад у вас был период, который длился около трех месяцев тяжелый. И каждый день в течение двух с лишним месяцев на вас новая порция валилась. А вы не знали, поэтому вы думали, ну что такое, я как бы добрая, все классно. И почему не кончается все это? Потому что новая порция приходит. Ну то есть люди пользуются и ну приняты. Люди всегда являются инструментами в руках нашей судьбы. Поэтому не надо слишком расслабленно относиться к людям. Когда видишь человека, включай доброту сразу, иначе потом будет поздно. Потому что неизвестно, этот человек несет какую судьбу в отношениях с тобой. Доброта это очень мощная сила, побеждаешь судьбу. Что такое доброта? Это ты не даешь человеку стать инструментом в руках твоей судьбы. Вот если ты по-доброму с ним разговариваешь, судьба ему говорит, разлись на него. Она провоцирует. А ты говоришь, не злись, я хороший. И он такой, ну я не знаю, что делать. То ли злится, то ли нет. Судьба действует, а ты тоже действует. Уйдет борьба. Если ты по-доброму к нему настроен, судьба ничего не может сделать. А если ты разослился, плюнул, значит, классно началось. Вы поймите одну вещь, что сама возможность по-доброму относиться и прощать, это означает, что у вас есть определенный запас внутри, который вы накопили с помощью молитвы. Эта возможность заканчивается достаточно быстро у всех людей. Вот я знаю примерно, сколько мне надо прощать, когда меня оскорбляют, чтобы эта возможность закончилась. И дальше у меня уже глаза квадратные, и Олег Геннадьевич превращается в монстра. Знаете, вот, надо знать одну вещь, что если ты настраиваешься на молитву, на память, память, вот, память это самая священная и важная вещь, надо свою память всегда настраивать на святость. А еще лучше, чтобы голос святого человека прямо звучал вслух, чтобы память легче было контролировать. Если ты память настраиваешь на святость, то у тебя доброта начинает течь в сердце, потому что ты этого сильно хочешь. И тогда, несмотря на то, что ты вышел из равновесия на этого человека, у тебя опять к нему доброта пошла. То есть ты контролируешь ситуацию, есть два состояния психических человека. Я образно одно называю озером, а другое рекой. Вот несвятые обычные люди в обычном состоянии всегда находятся в состоянии озера. Это происходит из-за нашего эгоизма. То есть озеро означает, у меня есть определенное количество счастья внутри или доброты. А больше у меня нет. Почему? Потому что я не связан с Богом. Что такое состояние реки? Состояние реки это когда я получаю всегда вот эту энергию доброты и всегда отдаю. То есть она через меня идет. Вот так вот постоянно. Это состояние сознания святого человека. Понимаете, если человек постоянно помнит о святости, о святых людях и всегда благословляет других людей своим сердцем отдает это другим людям, это называется молитвенное состояние, или я это называю образно состоянием реки, в которых доброта никогда не кончается. Сколько бы ты не прощал человек ты прощаешь дальше и дальше потому что ты все время помнишь о святости или о Боге и отдаешь эту память другим. Это называется молитвенное состояние. Понимаете, это состояние очень редкое и ценное. Если человек в нем находится, даже если близкий человек, твой близкий какой-то человек умирает или ведет себя отвратительно, то ты реально можешь ему помочь. То есть когда ты в добром состоянии в этом находишься и думаешь о ком-то, ну как бы помни о Боге при этом, то ты убираешь не только свою плохую судьбу, но также его. Можно исцелить человека в этом состоянии, можно наладить отношения. Это называется удача. Когда ты в таком состоянии долго находишься непрерывно, то все неблагоприятное разрушается в твоей жизни, потому что все неблагоприятное это насилие над тобой. А ты добротой это насилие рассеиваешь, не даешь ему жить. Принципиальность, когда человек в принципиальную позицию входит, то это и есть та позиция, которой пользуется судьба. Главное это люди. Доброта выше правил. Запомните, если человек доброту ставит выше всего и прощает, принимает, то тогда и правила все тоже будут работать. Как только человек вошел в принцип, все, у него в жизни все разрушается, потому что судьба его крутит в этот момент. Она через принципы или через чувство правдивости, через правду действует злая судьба. Она говорит, ну ты же прав, ну скажи ему правду. И ты говоришь, потому что так диктует судьба. Ты уверен, что ты правильно делаешь, что это правда. А эта правда это и есть действие злой судьбы, потому что есть только одна правда в этом мире, это доброта или любовь, что одно и то же. Понятно, о чем я говорю? Доброта единственное правило. И молитва это то, что реально дает возможность спокойно относиться, спокойно означает по-доброму, относиться к любой ситуации, которая происходит. Мы продолжим с вами беседовать. Интересная тема. Я такой смешной, что вы так смеете? Все нормально? Это хорошо, что я смешной. Я люблю. Вот допустим, у меня в Риге была такая ситуация, там в зале не было подиума, и меня люди не видели. Мы поставили стол, и еще один стол рядом. На один стол поставили стол, а на второй меня посадили. И даже не было этой скатерти, которая все закрывала. Было два стола, и я сижу. И читаю лекцию, и люди всю лекцию смеялись. Такая лекция классная получилась. Я с удовольствием прям сел. Если бы люди смеялись, я готов был сесть даже на три стола. Нет проблем. так что будьте радостны, счастливы. Мне нравится. Спасибо. Ладно, мои хорошие. Спасибо. Что? Счастья всем пожелаем? Да. Нужно сильно слушать тех, кто молится. Сильно слушать. есть три типа звука. Есть звук эмоций. Я желаю всем счастья. Этот звук не помогает победить судьбу. Второй звук это звук настроения. Ну, допустим, у меня хорошее настроение. Я желаю всем счастья. Этот звук не помогает победить судьбу. Есть звук памяти. и он такой какой-то странный. Он не такой а странный. Этот звук памяти, например, как вы думаете, каким звуком человек говорит «Я тебя люблю». Он говорит «Я тебя». Если вам, допустим, вот вам парень понравился, и он вам признается с любви, он говорит «Я тебя люблю». Понравится вам или нет? Не очень. Хорошо. Второй вариант он скажет «Я тебя люблю». Вот так. Понравится или нет? Не очень. Есть третий вариант. Это звук памяти. Вот он будет вспоминать свою любовь. Но это естественно происходит, когда человек любит. И он будет говорить «Я тебя люблю». Понравится «Я пропала ретяш». Да? Как классно, да? Вот так именно надо повторять «Я желаю всем счастья». И при этом в настроении те, кто молится. Звук памяти свой соедините звук памяти. То есть вы помните о счастье, этих, те, кто молится. Это на арамейском языке отчинаш поют. Арамейский язык это язык Иисуса Христа. «Я желаю». Звук памяти. Звук памяти это звук разума. И звук победы над судьбой. Это как раз и есть тот звук, который настраивает человека на победу. Сейчас 7 минуточек. Мандаринов нет, наверное, здесь все строго в Владивостоке. Принесете, да? Уже принесут, помоют завтра. Помыть надо, да? Сегодня помоют, завтра принесут. Я понял. А если не принесут? Мандарины же это такой странный предмет. Если они есть, то их сразу нет. Ладно, все тогда. Редактор субтитров